Валерия Ковария Слава народного, музыкальные вариации, которые дарят они людям, узнаваемы и любимы. Я очень благодарна, у меня настроение хорошее, никогда нет плохого, всегда прекрасно, улыбчиво, я очень рада, благодарю. Мы любим Коваля за его импозантность, за его культуру, за его отношение к людям, к нам пенсионерам, они в парке играют для нас. Место встреч выбрано не случайно, здесь, на советское, большое скопление туристов. Здесь любят прогуливаться горожане, молодежь и люди элегантного возраста. Новая форма общения с публикой, по мнению Валерия Коваля, уже изменила стереотипы людей о том, что такое духовой оркестр. Программа выступлений в этом году имела тематическую направленность. Брест, предвоенные программы, посвященные фестивалю цветов, сольные программы Марина Житинева и Андрея Кунцевича, звучала французская музыка. Вечер французской музыки был. Потрясающе. Только французская музыка, это было супер, понимаете? Звучал аккордеон, звучали песни на французском языке. Вечер танго на советской. Прекрасно. Люди приходят сюда уже, и знаете, радует, что танцуют классно. Понимаете, собираются уже люди, не просто так вот, и они идут специально на эти вечера. Меня привлекает зритель, наш любимый зритель, с которого начинаются наши концерты. Для них это жизнь, а мы учимся у них. Берем от них, черпаем энергию для себя. Это удивительно. Уже первые аккорды, композиции, закрывающих проект, прозвучавшие так ярко и приняты гражданами на ура, свидетельствуют о том, что и в дальнейшем встречи на любимой советской, и с любимым оркестром будут проходить в таком же настроении, вне зависимости от сюрпризов погоды. А это подтверждение тому, что инициатива прижилась и будет востребована. Тем более, что у оркестрантов планов громадье. Ведь следующий год для всех берестейцев особенный. Год тысячелетнего и юбилея города с особой историей, яркой и славной. Самое большое для творческого работника – востребованность его. Я вот чувствую, что мы попали в точку. Это вот то, чем должен заниматься духовой оркестр. Мы нашли то, что необходимо людям. Понимаете? И я чувствую это по отдаче.